Программа «События» в студии Оксаны Измерова. Здравствуйте! Губернатор Брянской области выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Керчи. Александр Богомаз от себя лично и от имени жителей Брянской области выразил соболезнования родственникам погибших, а также всем пострадавшим в Керченском политехническом колледже. В телеграмме, направленной к главе Республики Крым Сергею Аксенову, говорится. В Брянской области с глубоким прискорбием восприняли сообщение о гибели людей в Керченском политехническом колледже. От себя лично и от жителей Брянской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Трудно найти слова, которые могли бы уменьшить боль такой потери. В эти тяжелые минуты Брянская область скорбит вместе с вами, родственникам погибших, терпения и душевных сил. Панихида по погибшим прошла в храме Брянского епархиального управления. Вместе с прихожанами скорбил митрополит Брянский Севский Александр. В епархиальном храме архиерей вознес молитву об упокоении погибших и помянул тех, чьи имена уже известны. К прихожанам обратился митрополит. Мы вместе с родителями и детей скорбим и приносим искренне соболезнования. И молимся о том, чтобы Господь просил вольные и невольные нервничьи и веки. Эти первые создания и вселивых родителей Отца Небесного. Вместе с Крымом в эти дни скорбит вся страна. Напомним, трагедия произошла 17 октября. Около полудня в городе Керчь, в здании Политехнического колледжа, студент устроил взрыв, расстрелял 20 человек, а затем покончил с собой. Более 50 человек были госпитализированы. В Крыму объявлен трехдневный траур. Брянск скорбит вместе со всей Россией. Соболезнования и слова поддержки в адрес Керчан звучали сегодня и на траурном митинге в областном центре. К инсталляции Брянск на площади партизан люди несли живые цветы. Несмотря на разгар рабочего дня, к площади партизан брянские студенты, преподаватели и просто неравнодушные люди идут толпой. Слезы и недоумения. Жалко людей, которые ни в чем не виноваты. И непонятно, что творится в голове у людей, которые приходят такое в голову. Потому что я не знаю, какая должна быть жизненная ситуация, чтобы пойти на убийство. И на самоубийство это раз. И повести за собой очень много людей, которые ни в чем не виноваты, если у тебя что-то плохо с головой. Сами из Крыма. Мы там всю жизнь прожили. Вот год как переехали в Брянск. И всей душой, конечно, переживаем. Нельзя словами объяснить. Это такое горе. Это просто, когда вообще погибают люди, это вообще трагедия. Когда погибают дети, это просто слов нет. В руках гвоздики – символ скорби. И осознание того, что все могло бы быть по-другому, если бы вовремя заметили, если бы распознали. Хочу, чтобы вы между собой нашли понимание и всегда тянулись за сильным и поддерживали, чтобы не произошло слабо. Мы, конечно, будем проводить с ребятами беседы и какие-то форумы, какие-то лекции для того, чтобы они понимали всю глубину того ужаса, что происходит. Морально очень тяжело здесь находиться. Прямо руки трясутся. Ужасно просто. Хочется передать только слова соболезнования родным и близким. Мы представляем боль этих семей, которые сейчас задают себе вопрос, почему, за что, как вообще такое могло случиться. Вот это, конечно, вопрос, который будет нас очень долго всех мучить. У себя одно большое целое. И когда частичка страдает, то хочется поддержать. Ты находишься здесь и на долю секунды задумываешься, что он ощущал в тот момент. Внутри как-то все сжимается, и ты хочешь этим поделиться и объединиться со всеми. Такие же студенты, как и мы, пришли ранним солнечным утром учиться, получать знания. И тут произошла такая ситуация. Мне кажется, на самом деле, что это очень страшно. К инсталляции Брянск люди продолжали идти и после окончания митинга. Это такое у людей воля, как можно не прийти, не посочувствовать. Я, конечно, понимаю, никакие слова не помогут, но очень тяжело, очень, я скорблю. Вчерешнее событие, конечно, нас не оставило равнодушным. И поэтому мы с такими малышами переживаем то, что произошло в нашей стране. Мы будем помнить, скорбим и очень соболезнуем родным и близким тех людей, которые испытали эту потерю. Сто центнеров с гектара такова в этом году урожайность кукурузы в Брянской области. Цифра почти в три раза превышает средний показатель по России. Успех наших аграриев привлек внимание членов Совета Федерации Сергея Митина и Виктора Новожилова. В Брянскую область они прибыли с рабочим визитом, посетили предприятие Брянск-Сельмаш, а заодно стали свидетелями того, как в Стародубском районе убирают царицу полей. Село Пятовск Стародубского района. Кукурузу на силос убрали почти месяц назад. Сейчас заготавливают на зерно. Вначале мы подготавливаем это, значит, что приезжаем, делаем, обрабатываем, делаем прокосы, поворотные полосы, иногда на загонки разбиваем. Вместе с губернатором оценить поля и работу техники приехали члены Совета Федерации Сергей Митин и Виктор Новожилов. Брось соленую воду и съесть. Если для зерновых культур прошедшее лето в плане погоды оказалось непростым, то у кукурузы все сложилось как надо. Согретые солнечным теплом зерна дали сильные побеги. А в самый ответственный момент, когда злаки выбрасывали метелки, пошли дожди. 80% лаги кукурузе нужно тогда, когда она выбрасывает метелку. И вот когда выбрасывала метелку, когда идет закладка урожая, у нас были обильные дожди. Тогда выпало не 80% от потребления, а все 180%. Поэтому в этом году у нас есть поля, где и 150, и 160, и 180 центнеров с гектара. Средняя же урожайность кукурузы по области почти 100 центнеров с гектара. Это когда по России 30-34 центнера. И такой успех брянских аграриев вовсе неудачное стечение обстоятельств. Да, погода сыграла на руку, но это лишь малая составляющая результата. Это поле, да и вообще то, что мы проехали уже нескольких десятков километров, мы увидели, что там, где современные технологии применяются, там, конечно, поразительный результат. Просто, ну, вот видим, урожайность, конечно, очень высокая. Это еще раз говорю, что нам надо как можно эффективнее делать производство нашего сельского хозяйства. Для этого нужна современная техника. И та задача, которую мы сегодня смотрели на Брянс-Сельмаши, вот организация производства современной техники, говорит о том, что на правильном пути совершенно, вот Александр Васильевич сказал, это нельзя было сделать, это при отсутствии современных технологий. Не только комбайны, не только трактора, потому что мы проезжали и видели, как почва обрабатывается, как носится удобрение, средства защиты растения. Все это говорит о том, что цифры, я думаю, уже не превышают вообще рекордные показатели когда-то на Брянщине, которые были достигнуты. Это все получается вот за счет современной техники, технологии. Но, конечно, не надо забывать еще и о труде людей, потому что люди работают в непростых условиях, любят свою работу. Современная техника, научный подход к обработке почвы, строгое соблюдение сроков внесения удобрений, посадки и обработок. Все это помогло региону дать достойные показатели и по зерновым, зернобобовым культурам. Нынешний сельскохозяйственный год был тяжелым не только для центральной полосы. Вся страна боролась за урожаи. По этому году у нас общий намолот не будет меньше, будет даже больше. Если в прошлом году вы получили 1,850,000 тонн зерна, то в этом году 2,000,000 тонн. Около 80,000 гектаров пашни отдали кукурузе в этом году. В будущем, в 2019-м, Брянская область планирует расширить посевные площади под янтарное зерно. Екатерина Карманова, Максим Кузнецов. События. Стародубский район. Парламентарии согласовали кандидатуру на должность мировых судей. В Брянской областной думе состоялось очередное заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению. Окончательное решение об их назначении будет принято на заседании областной думы. Также одобрены дополнения в закон о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Брянской области. Согласно этим изменениям, комиссиям по делам несовершеннолетних предоставляется возможность рассматривать вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних из учебных заведений, а также оказывать им помощь в трудоустройстве с их согласием. В завершении депутаты утвердили план работы комитета на следующий месяц, обсудили законодательные инициативы, поступившие из Госдумы и других регионов. Каждая третья пачка сигарет в регионе – контрафакт. Таковы данные мониторинга табачного рынка. Нелегальная продукция причиняет огромный вред бюджету России, не говоря уже про здоровье курильщиков. Издание «Комсомольская правда Брянск» собрало за круглым столом представителей власти, контрольно-надзорных органов, правоохранителей, чтобы вместе обсудить решение табачной проблемы. В Брянской области борьба с торговлей контрафактным табаком принимает все большие масштабы. Правоохранители порою за раз изымают тысячи пачек контрафактных сигарет. За истекший период этого года, то есть 2018, органов внутренних дел возбуждено 12 уголовных дел за незаконный оборот табачной продукции и выявлено 394 административных правонарушения. Из незаконного оборота изъята табачная продукция на общую сумму более 30 миллионов рублей. Основной поток нелегальных сигарет идет из Белоруссии. И поступают они к нам, по сути, беспрепятственно. Два государства входят в Евразийский экономический союз, что подразумевает единую таможенную территорию. На Белоруссии таможенного контроля нет, в связи с чем мы не можем ни отследить, ни контролировать перемещения из Белоруссии в Россию табачной продукции. То есть это не наша компетенция. Провозить белорусские сигареты можно, а вот торговать у нас ими без российских акцизных марок запрещено. Однако пресечь торговлю контрафактными сигаретами не всегда просто. Некоторые правовые коллизии парализуют правоохранителей и сотрудников Роспотребнадзора, затрудняя их взаимодействие. Мы должны, чтобы как-то арестовать эту продукцию с последующей конфискацией, должны выйти на место. Для этого мы должны возбудить административное расследование. Но зачастую при выходе на место, естественно, мы уже ничего не устанавливаем. Никакой табачной продукции там нету. И факта реализации установить мы не можем. Спрос на контрафактный табак высок. Впечатляющая статистика. Каждая третья пачка сигарет в Брянской области родом из Белоруссии. А наш регион третий в стране по доле этой продукции после некоторых северо-кавказских республик. Курильщики голосуют рублем. Контрафакт в 2-3 раза дешевле легальных сигарет. Дело в акцизах на табак, которые в несколько раз ниже, чем в России. Дешевизна подкупает не только заядлых курильщиков. Статистика говорит, с начала нулевых и до недавнего времени подростковая зависимость от табака стабильно снижалась. Сейчас же специалисты бьют в набат. Контрафактные сигареты вполне по карману подросткам. Исследователь холдинг «Ромир» провел контрольную закупку по 10 точкам совместно с несовершеннолетним. И в 7 точках из 10 подросток совершенно спокойно купил сигареты. Это были те точки, которые реализуют контрафактную табачную продукцию. Что делать? Участники «Круглого стола» сошлись во мнении. Проблему необходимо решать на федеральном уровне. Вероятно, стоит гармонизировать акцизную политику, ужесточить санкции за продажу нелегального табака. Для того, чтобы остановить рост нелегальной торговли, требуется комплекс мер, включая взвешенную предсказуемую налоговую политику государства, ужесточение санкций за производство и за реализацию нелегальной табачной продукции, а также, как я уже отметил, более эффективное правоприменение. У брянских властей, надзорных органов, есть конкретное предложение наделить правоохранителей дополнительными полномочиями в борьбе с нелегальным табаком. Мы от лица правительства поддержали эту инициативу. Аналогично я в курсе сделала и наша областная дума. Это один из тех препонов, который мешал эффективному взаимодействию, в данном случае, правоохранителей и контролирующих органов. На высшем федеральном уровне инициативу могут оформить закон в ближайшее время. Игорь Умаров, Артемий Маркелов, Александр Жучков. События Брянск. Ученики Брянской школы номер 26 научились оказывать первую медицинскую помощь не в теории, а на практике. Мастер-класс для восьмиклассников провела координатор регионального отделения Всероссийского общества волонтеры-медики Екатерина Рыжонкова. Я оказываю тебе помощь. Это называется взаимопомощь. Катя сразу предупредила, лекции не будет. Беседа в формате, вопрос-ответ. Сначала повтор предыдущей темы. Первые действия при кровотечениях. Мы на голую кожу жгут накладывать не имеем права. Допустим, у нас идет кровотечение из плечевой артерии. Мы накладываем салфетку. К доске вызывают не по журналу, только желающих. Маша в числе первых. Основы медицинской помощи, говорит, знает еще с уроков ОБЖ. В будущем убеждена, станет медиком. А вот не растеряется ли в экстренной ситуации? Пока не уверена. Я не смогу быстро сориентироваться. Мне нужно будет время, потому что у меня будет шоковое состояние. Если у меня это само произойдет, либо у моих друзей, то надо сдерживать свои эмоции, собраться и приступить. Потому что человеческая жизнь зависит от тебя. Если ты увидел, ты должен помочь ему. Помогать другим – смысл жизни автора проекта «Хочу быть врачом» Екатерины Рыженковой. Два года назад в нашем регионе она возглавила одно из направлений работы движения «Волонтеры-медики» – профориентацию школьников в медицину. В прошлом году ее проект «Профессия на все времена. Хочу быть врачом» выиграл Всероссийский конкурс молодежных инициатив. В рамках проекта у нас есть большие несколько блоков занятий. Первый блок занятий – это именно ведение в медицину. Здесь касается общий вопрос о том, что такое именно история медицины, вообще что такое медицина. Второй блок – это основа первой помощи. Также большой блок – это ведение именно в анатомию человека. То есть для ребят, которые планируют поступать в медицинские вузы, мы проводим краткий курс ведения в анатомию, то есть рассказываем им строение, то есть наравне, как обучают в вузах, но немножко с ослабленной формой и в легкой доступной для них форме. Можно ли зафиксировать руку подручными средствами? Как правильно держать бинт и почему нельзя туго перевязывать? На примере Катя объясняет нюансы оказания первой помощи при переломах. Сразу работа над ошибками. Когда переходила, ты вот так вот его накрыла, а он должен все время у нас быть наверх, чтобы закрывать им. Ну так, в принципе, молодец. И, конечно же, эти вот хвостики нужно где-то немножко, чтобы было удобно завязать. Повторила и проверила себя. Были там ошибки, конечно, но вроде все помню, все знаю. Потому что мало ли какие будут ситуации в жизни, и пригодится это не только медикам, но и обычным людям. Мы помогали друг другу, обрабатывали, перевязывали руки, голову. Все это было не ново, так сказать, но мы запоминаем, повторяем, чтобы помочь в будущем. И даже сейчас некоторым людям, которые нуждаются в этом. Похожие мастер-классы, по словам куратора проекта, пройдут и в других брянских школах. А в следующем году Екатерина надеется пригласить к диалогу со школьниками известных медиков региона. Не исключено, что и сами ребята смогут попробовать себя в качестве узких специалистов. Елена Почкарева, Александр Жучков. События. Брянск. ГИБДД устроит облавы на пьяных водителей. 19 октября сотрудники ДПС будут ловить горе водителей на улице Литейной в районе Кольца на хладокомбинате. Дежурство начнется в час ночи. Аутоинспекторы будут следить за пьяной ездой в течение 20 минут. Жители Брянской области выбрали народного участкового региона. На всероссийский конкурс МВД России отправится лучший из 13 конкурсантов. О победителе народного голосования в нашем следующем сюжете. Сергей Кузяков участковый из Севского района. Именно он представит Брянскую область в финале конкурса народной участковой 2018. Майор полиции отдал службе более 17 лет, 12 из которых в нынешней должности. Участок большой, 17 сельских населенных пунктов. Сергея Валерьевича знаю достаточно давно. Могу охарактеризовать его только положительно, как инициативного, грамотного, дисциплинированного сотрудника. Поддержка основательная. Сергей Кузяков получил более 27% голосов. Народный участковый 2018 будет определен с помощью онлайн-голосования на сайте Комсомольской правды, которое пройдет с 1 по 10 ноября. Награждение состоится в канун 17 ноября, в день участковых уполномоченных полиции. Валерия Бурносова при поддержке пресс-службы УМВД. Наша коллега Екатерина Пормон вышла в финал всероссийского конкурса «Смиротворец-2018». Организаторы пока сохраняют интригу до церемонии награждения. Имя абсолютного победителя, как правило, держится в секрете. Но уже известно, что фильм корреспондента телеканала «Брянская губерния» вошел в число неоспоримых лидеров конкурса. Елена Бочкарева продолжит. Всероссийский конкурс «Средств массовой информации «Смиротворец»» проводится с 2008 года по инициативе Федерального агентства по делам национальностей и гильдии межэтнической журналистики. Главная его особенность – эксперты не знают ни авторов, ни СМИ, оцениваются сами работы. О жизни, культуре и взаимодействии народов многонациональной России. Фильм корреспондента телеканала «Брянская губерния» о жизни цыган Екатерины Пормон попал в финал конкурса по итогам интернет-мониторинга. Было неожиданно, тем более, что я сейчас сидела, писала сюжет, так скажем, не очень веселый и серьезный. И тут такая новость, конечно, как снег на голову, но это очень приятно. Интересная и неординарная так, о Екатерине отзываются коллеги. Она и сама всегда выбирает необычные темы. Взять, к примеру, сюжет авторского фильма о цыганах. Признается, всегда хотела поближе узнать такую яркую и противоречивую нацию – цыган. Ты сколько лет тебе? Не знаю. Не знаешь, сколько лет тебе? У меня 12. Тебе 12? Да. В каждой даже самой банальной и скучной теме можно найти изюминку, уверена Катя, и сделать сюжет ярким и запоминающимся. В журналистике она сравнительно недавно. На телеканал «Брянская губерния» Екатерина Пормон пришла чуть больше года назад. Но уже многие ее работы запомнились зрителям нестандартным подходом. Больше нравятся, конечно, сюжеты, где можно вставить что-то с юмором. Вот у меня был сюжет «Кто работает в Новый год» про людей, которые вынуждены новогоднюю ночь проводить на рабочих местах. Я там делала какие-то прикольные вставочки из фильмов комедийных. Вот, например, мы писали интересный стендап про то, как, ну, так скажем, незаконно и навязчиво жителям в почтовые ящики кидают рекламу. И вот у меня был стендап, мне нужно было эту газетку выкинуть в мусорку по сценарию. Но так как эта газетка была, так скажем, вещественным доказательством, то ее пришлось потом из мусорки аккуратно достать и вернуть. Вот в этом тоже был такой прикол. Всероссийский конкурс предваряет этапы в федеральных округах. В этом году запланировано шесть окружных туров. В Пскове, Астрахани, Йошкороле, Ставрополь, Тюмени и Воронеже. Победители всероссийского конкурса будут объявлены 22 ноября в Москве. Нашей коллеге Екатерине Пормон мы желаем удачи и абсолютной победы. Елена Бочкарева, Александр Шучков, События Брянск. Кстати говоря, автор следующего сюжета Екатерина Пормон. Моя коллега стала свидетелем закрытия мотосезона 2018. Несколько сотен участников из разных регионов страны и гости из Минска проехали мотоколонны по областному центру. Старт от концертного зала «Дружба», финиш ДК «БМЗ». Движение в колонне – особая ответственность. Нужно точно соблюдать дистанцию и боковой интервал. Почти 300 мотоциклов. Спортивные и туристические, импортные и отечественные. Участников еще больше. Брянск, Орел, Калуга, Химки. Валерий из Нижневартовска ехал месяц почти 3000 километров. Вот еще друга встретил, он его в Липецкий подобрал. Здравствуйте. Вы рады солнечный Брянск увидеть. Понравилось нам мероприятие. Все как положено организовали. Лежать на диване – это не жизнь. Давление начинается, вот проехался – все. Был в Курской области, Ростов-на-Дону я был. В Москве бывает там, к ребятам ездил. Ну, до Крыма еще не добрался, но доберусь. Дорогое удовольствие, но это дарит кучу эмоций в первую очередь. То есть куча новых знакомств. Байкеры называют друг друга братьями. У них есть свой кодекс чести – помогать товарищам и особенно новичкам, уважать слабый пол и, конечно, соблюдать правила дорожного движения. Думать о том, что ты делаешь и какую ответственность ты несешь, особенно когда у тебя пассажир – это, конечно, повышенная ответственность. Движение в колонии – это многократно повышает ответственность тех, кто едет с тобой рядом и тебя самого. Закрытие сезона – это скорее традиция. Лишний повод – собраться вместе. На самом деле кататься байкеры продолжат, пока не выпадет снег. Екатерина Пормон, Анатолий Чекрыгин. События Брянск. От утренних пробежек в парке до марафонских дистанций. Брянская девушка Вера Щербакова – непрофессиональный легкоатлет, однако ей по плечу дистанции в 21 и даже в 42 километра. На стартах в Москве, Минске, Омске, Тюмени – эта хрупкая девушка неизменно в числе лучших. Со спортсменкой пообщалась Елена Лычицкая и узнала, в чем секрет ее успеха. Ее утро точно начинается не с кофе. Традиционная разминка и пробежка. Полумарафонская дистанция – 21 километр. Для Веры ежедневный ритуал. Когда проснулась такая любовь к бегу, уже и не вспомнить. Но ясно одно – роман взаимный. И кажется, раз и навсегда. В школе бегала, но мне кажется, что там все бегали. В УЗИ ушла из этой темы. А потом работа сидячая, офис, и стала по утрам бегать. Я тогда жила рядом с парком Толстого. По парку Толстого стала бегать. Это был 12-й год, людей бегало мало. Но я влилась в это все, втянулась. Потом поехала в Минск в командировку, город спортивный. Там активизировалась. И сейчас уже не представляю свою жизнь без бега вообще. Даже к нам на интервью спортсменка в прямом смысле прибежала. Не просто так, а с очередной наградой. Первое место среди девушек в осеннем забеге – Соловьи Кросс. И вновь за плечами два десятка километров. А сколько их на самых разных стартах. Причем не только в нашем городе, а в Минске, Омске, Тюмени. Но самые запоминающиеся – первый в жизни марафон «Белые ночи». 42 километра в северной столице. И финиш под проливным дождем в Москве. Я ждала того, о чем говорят все. Вот эту вот стену, которую на 30-м километре ловят спортсмены. Психологическая стена, когда просто ты не можешь дальше не бежать, ничего делать. Я ее не дождалась. Я пробежала достаточно легко. Каждый километр из этих 42-х мне было в удовольствие. И я показала 3 часа 45 минут. И вот в Москве в сентябре этого года улучшила на 20 минут время. И точно так же бежала абсолютно легко, абсолютно в удовольствие. Такие результаты позволили брянской любительнице бега получить путевку на знаменитый бостонский марафон. Она вошла в список участников на 2020 год. Отбор туда идет строго по времени. Это старт для лучших. Теперь хрупкая брянская девушка попробует свои силы на другом континенте. Вера убеждена – без специальной спортивной подготовки можно выйти почти на профессиональный уровень. Стоит лишь прислушиваться к своему организму. Если есть сомнения, лучше обратиться к специалисту. А главное – победить лень. Начать бегать легко. Нужно просто одеть кроссовки, выйти и побежать. Все, ты уже начал бегать. А все остальное – ерунда приложится. Елена Лыщицкая, Игорь Винничук. События. Брянск. Новости и программы телеканала «Брянская губерния» также доступны на нашем сайте в интернете. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Я желаю вам всего самого доброго и до свидания. Партнер выпуска магазин деловой одежды «Дресс-код». Улица Объездная, 30. Торговый центр «Аэропарк». Улица Объездная, 30. Торговый центр «Аэропарк».